Девушки отдыхают Дорогие друзья, я вас приветствую. Сегодня 23 апреля 2018 год. Время 14.42. Нахожусь я в Новоусмане. Где конкретно я нахожусь? Это ГУ МВД России по Воронежской области, отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения, отдела МВД России по Новоусманскому району. Режим работы. Сегодня, кстати, понедельник у них. Понедельник с 8.30 до 17.30. Перерыв с 13 до 14. Ну, в общем, сейчас я покажу, с чем я столкнулся и был удивлен. Сейчас мы заходим в отдел, в отдел, так скажем, ГИБДД. Смотрим, смотрим. Здесь никого, никого нет. Ну, ладно. Здесь регистрационные действия. Ну, ГАИ-то должно работать. Мы звоним, значит, тут указано у нас, смотрим, тут указано у нас в телесписок кабинетов отделения ГИБДД ОМВД России по Новоусманскому району. Тут начальник отделения Олейников Евгений Владимирович, Таша, инспектор. Ну, и, в общем, по кабинетам звоню. Давайте начнем прямо с начальника. 203. Мы будем звонить долго. На трубку никто не возьмет. Да-да-да. Печально. Следующий мы возьмем. 202. Я в шоке вообще. Как дом с привидениями. Ну, привидения здесь по форме должны быть тогда. Так, это 201 уже позвонили. С 203 начали. Тоже тишина. 205. Поверьте, я уже здесь давно. Удивлен. Решил видео записать. 205 тоже тишина. И 207 последний из всех возможных. На него надежда. Это у нас инспектор по розыску группы ДПС. Разбор ДТП. Никаких движников. Но у нас есть еще один замечательный способ. Это постучать. Так, стучим. Есть кто живой? Ага. Какой-то апокалипсис. Ага. Апокалипсис ГИБДД. Тишина. Звонил сейчас 51 12 50. Телефон главного управления ВД по Воронежской области. Телефон горячей линии. По действиям сотрудников полиции. Сюда можно обращаться. Ну, пока никто не берет, к сожалению, трубку. Но я дозвоню все равно. Ну, здесь тишина. Пока тишина. Никого. Раз такое бывает в нашем мире. Современным. Кстати, мы сейчас слышим здесь звонок. Телефон. Телефон. Телефон в мире животных. Телефон. Так вот. Никого нет. Надо потише. А то вдруг его разбудим. Есть кто-нибудь живой? Ага. Нет. нахожусь отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела мвд россии по новоусманскому району снова усмане и время просто уже три часа у них обед до 14 то есть уже час я не могу попасть здесь вообще все закрыто ни одного сотрудника нет стучу звоню ни по одному здесь у них значит заходишь внутрь здания вот захожу здесь есть список телефонов по которым можно с ними связаться на точении телефонов кнопочки кто из них кем является на какую кнопочку нажать чтобы получить ответ нажимая на все никто ответ никакой не дает стучу уже по двери очень громко стучу если здесь кто-то был то однозначно бы открыли я просто не был ни разу не имею представления то есть получается вы не можете проникнуть я внутри я внутри я внутри здания здесь большое фойе информация мрая здесь написано и дверь 2 металлическая она вот закрыта и здесь есть телефоны я не могу не не на кого вообще выйти чтоб с кем-то поговорить хотя они уже час как должны были работать и как такое может быть просто как такой чешка апокалипсис зомби как будто все исчезли куда-то мне нужно так вот я в гибрид я вот у них нахожусь в гибриде нет ну я считаю данные действия нарушают мои права так как я не могу реализовать свое право на обращение поэтому вот звоню вам серов вадим юрьевич вот я просто здесь нахожусь мне бы кто-то вот может быть вы связались как бы у вас там то все видней как здесь должно быть и так вот я знаю точно здесь так не должно быть вот я буду здесь ожидать пока вот вы не посодействуете хорошо спасибо большое до свидания дорогие друзья ну что я в общем дозвонился телефон горячей линии мвд и очень приятно дежурный отреагировал ну так скажем пока на словах на мою просьбу и заявление о том что мне необходима их помощь и я думаю мы получим сейчас конкретный какой-то результат посмотрим как оживиться это здание выползут выползут наши привидения в погонах да 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 здравствуйте здравствуйте очень приятно и очень да да проблема такая что вот стою и в общем здесь сижу в здании пустое никого нет и я не знаю дом с привидениями так нам же мрэу и не нужен зачем рэу тут же написано мрэу работает до выходной отдел полиции отдел гибдд понедельник рабочий конечно да да и пустота вы представляете я вообще потому что здесь но с привидениями только с погонами а он где вообще был получается у вас в отделе я понял но вот вот никого из сотрудников ну ладно я задам эти вопросы ему а он уже я понял а как по имени отчеству его я понял хорошо спасибо до свидания человек который мы долго ждали я фиксирую на всех случаях вас предупрежу просто получилось что тут родился сюжет благодаря тому что вы отсутствуете вообще какой-либо сотрудник скажите кому я могу обратиться по поводу госномера находили сдавали вам находку либо находили а второй момент почему здание абсолютно пустое когда уже час работы и никого не сняла понедельник сотрудники работают с материалами вот вторник-четверг прием граждан идет не мы не при прием мы говорим о режиме работы понедельник сегодня у нас работают сотрудники 14 часов до вы непосредственно перед у вас три нас на 14 я вот спрашиваю почему никого не хотя бы хоть один человек я бы задал бы вопросы потратил здесь больше часа но это не как считаете это нормальным образом организована работа нормальным образом организована работ понедельник среда пятница сотрудники работают по материалам не на торги здесь даже прием граждан идет не я понимаю я когда на месте я принимаю всех граждан пожалуйста я допустим заявление непосредственно вот смотрите вот пришло сюда два человека за время вашего отсутствия я они хотели может быть какое-то заявление обращения сделали не смотрели в режим работы там указан на режим работы указан стоишь с 13 до 14 часов перерыв потом вы работаете правильно понимаю соответственно кто-то здесь должен был находиться кто-то из сотрудников просто зашел я сейчас подумал как вот муж апокалипсис может быть здесь под снот здания приведения нужны какие не подсос и стучался на сотрудники работают вот занимаются работой по материалам я по я очень надеюсь что все таки не получится уж таки сто же кто-то здесь у него за то принять чем проблем уже вот я пришел за одним вопросом сдавали сюда гос номер мне мне и вашей не сдавали сотрудники граждане приходят с находками с документами гос номерами граждане сопровождается в райотдел на авдеево 11 где в дежурную часть он дежурному подводится дежурный принимает заявление вот их собирается материал проверки вот мы их сами не принимаем вы направляем всех туда согласно действующему приказу по учетно-регистрационной дисциплине порядок у нас так организован мы сами не принимаем мы только лишь принимаем водительские удостоверения у граждан которые лишены специального права управления и желаю добровольно срок сдать водительское для исполнения постановления судов я понял вот видите две минуты все заняло потратила здесь больше часа вот если бы здесь в дальнейшем было бы организовано таким образом чтобы потом не другой гражданин не потратил столько времени я был очень благодарен граждане и когда приходят я всех готов принять дать компетентную небо я на случае если вы отсутствуете здесь кто-то же должен быть я вот о чем говорю вторник-четверг это можно организовать до 16 прием ведется всех граждан по всему это я понимаю а во все остальные моменты возникают в понедельник вот сегодня сотрудники работают по материалам вот а я не могу все время находиться на рабочем месте у меня вопросы связанные со службы не только в кабинете я тоже понимать я держу как этот вопрос решил ну вот гражданину вот как быть он пришел допустим заявлением да мало ли что у него случилось он не может это существует свое право так скажем подача заявления у всех принимают течение нет выпадов вот он не может потому что сейчас здесь никого нет я вот о чем говорю я не конфликтую ничего просто мне добиться как бы по не понимание того что как эту проблему можно решить со вторника по субботу работает работает мрэо как и по всей россии сотрудники мрэо готовы принять и определиться и с каким-то вопросом понедельник не решены понедельник определимся мы на эту тему я думаю мои понедельник приемным сделаем просто что это не сложно я понимаю но этого вот это не сложно сделать вот мы определимся и пересмотрим на на график спасибо что подсказали спасибо вот это вопрос решаемый и критику мы я думаю но это достойно дважды им правильный будет все как положено вот понедельник мой подарок хорошо спасибо мой приказ включить изменения мы все решим я общался так понимаю оленников и евгений владимирович правильно все очень приятно вадим юристеров все до свидания счастлива взятки на дорогах беспредел и нарушение права мы до вас заберемся все как нужно исправить кулак народа бьет по тем кто нарушает закон это могла в меч ваш колокольный время ответить за должностное преступление ты думал что тебя спасет звание или положение ты министр мвд или офицер гаи если живешь не по закону то youtube смотри раскроем лица под масками и шатками и касками опишем все подробности правды красками мы рядом и не расслаблять свою пятую точку возможно это мы сегодня спасли твою дочку от пьяного водила с кошельком безмерным с тонированным стеклом и переградом непомерным не с той стороне у нас есть номер горячей линии дорожный контроль на города воронеж будет чистое